И так, дорогие друзья, всем доброго времени суток, мы возвращаемся с Анишей вместе к вам спешно. Здесь у нас да и мираж между United и Renegades. Renegades уже на карте The Inferno победили с разгромным счетом команды United. Теперь на мираже. Что здесь ждать United, я не знаю. На самом деле, это самое чувство, когда вроде как Renegades хотят нам подарить сон гораздо пораньше, потому что мы могли опережать график, снова технические трудности, и вот уже выход на Аплэн, Джекин находился на неудачный свитч-пистолет, взлет по размену, далее проход отреза еще и на КТ, но вот снова патрона не хватает, и уже контрагрессия от Gratisfaction, который тоже очень много дэмэджа, но не убивает никого родным счетом. Поставили, негадаю, бомба, что-то. Да, дважды в башню получил, но очень плотные ящики здесь на искре, поэтому не отъехал Gratisfaction. В итоге убивают всех ребята с командой United. Потому что United абсолютно точно слышали, естественно, чепчик оппонента, вот это вот арбузинки, когда залетают. Слышали чепчик оппонента. Слышали чепчик, да. Ну, окей, звук мозгов. Понял. Если тебе так проще или удобнее, как в старых фильмах про зомби. Brains! Brains! Вот это все. Пока что 0-1, дорогие. Друзья, команда United проигрывает. И здесь пистолетка тоже. И вот теперь у них... Ну, вообще-то не совсем Force, не на все деньги. Просто пистолета и один кевларк. Кстати говоря, по простановочке мне нравится позиция дазлом. Опять же таки, пока он остается без какого-либо внимания. Когда потеряли Муса и вот в остальном 3 фармгана, 2 калаша и вроде как граната имеется у Ренегейтс. Нет каких-то предпосылок халявных, знаешь, на самом деле United. Это вроде как, да, продолжают акцентировать внимание в направлении Яма-Осайда. Но, если оборваться через Апарат, то какой смысл было занимать это узкое пространство? Это да. Это да. Ну что? Вот так вот. Спокойно. ЖКМ, да, все здесь прочекал. Собрался с силами и пошел реально по всем позициям буквально. Как подключил. А почему нельзя было выйти, когда убивали тиммейта на выходе из Яма? Почему это логично? Внутреннюю чакру включил. Не, просто он думал, что его, наверное, вообще не заметят. А они мне подумают. Но нет, ЖКМ подумал обо всем. Зер на каких-то совершенно диких расстояниях с Мактэна убивает человека в окне. Что-то типа 900 юнитов, наверное, вообще дища на самом деле. И поэтому он именно таким образом стрелял как бы по вантепу, чтобы хоть как-то получалось сделать. Интересная методика, техника. Но пока что 0.2, если вернуться к реальности здесь. И флэка от команды Юнайтед, и, видимо, 0.3. 0.3. Ну, подожди. Возможно, кстати говоря, ренегейские-то потеряют очень много девайсов сейчас. И какой-нибудь герой в команде Юнайтед сможет справиться с этими выходами этого под Аплэнт. Ведь на самом деле укрепления от Юнайтеда 5 игроков здесь падает. GQM, далее разминаться GQS, Илья Зайзиар и GQS. Дазл, вам умирает последний дазл. И вроде как да, но вот два минуса. Смотри. Просто пять испов и два минуса в принципе хватает. Посмотрим, посмотрим, что здесь. Да как, да как, да что. Вот мы дождались девайсного раунда. Вот он реально действительно важный на данный момент. Надо будет сообразить, что вообще здесь сейчас будет происходить. Я бы сказал конкретно, как будут защищаться. Ребята из команды Юнайтед 2-1-2. Хотя я бы сказал 3-2 вообще на самом деле. Потому что в окне нет человека. Эйс немножко на коннекторе, а коннектор это немножко не окно. Поэтому перетяг на бейсе, что будет достаточно долгим. И вот он Эйс. А что у него не получилось? Ошибочка. Я лишний стрейф был по моему с авиком. Такое тоже иногда бывает. Ты думаешь, вот я выстрелил, да, начинаю делать стрейф. А на самом деле нифига подобного. И GQS на Яме Аплант работает с дазлом. Причем удачно работает. И вообще-то пора бы под сайт выходить, потому что нам и двое. Ну, Ренегейтс ждут пока. А я вижу то, что они постепенно побежали куда-то под Аплант с бомбой. Ну, побежали это в смысле плюс-минус. Побежали. То есть вроде как и побежали. Действительно и будет на Аплант атака. Здесь 3 человека из команды Юнайтед. Точнее, 2 человека из команды Юнайтеда. Это будет 3-й человек из команды Юнайтеда чуть попольше. Либо Джанг, либо Дельпан. Вот. И команды Юнгейтс с маке есть 2. Да-да-да, стандартные на голову, наверное, и второй, наверное, на Дельпан. Как я понимаю. Третьего вроде я не заметил. Кстати, на голову и на Джанг, на Дельпан смог не полетел. Обойдутся без него, понимают, что АВП-то нет. В коннекторе я век никто не забрал. Падает также мусс на ящике, тикет, да. И скальвер хоть и забирает, и зяра, но опять часики с моря погода особо он здесь не оформляет. И далее открывается на гротисфакте с лезом. И 4-0. Довольно-таки похожее начало с Инферно, да. Тренигейтс. Правда, в слабую сторону на Мираже уже ведут в счёте. Да. Пока что всё именно так. Пока что всё именно так. И пистолеты от команды Юнайтед. Ну, то есть это я всё очевидно так клоню к тому, что... Ну, никак пока. Мы, наверное, сейчас 05 будем видеть. Мне не очень хотелось бы повторения карты до Инферно. В том плане, что карта до Инферно была достаточно никакой. С точки зрения вообще всего, о чём только можно подумать. Там контакт на Беопардах. И посмотри, как они тут сейчас могут-то на самом деле зайти на НЖКС вместе с Лиазом. Ну ладно. Нет. Отмену. Не, не особо. Там, правда, Скайлер Уивер находится. Но у меня ещё большой вопрос. Ты знаешь, когда 12 патрон, двоих... На Бейдук закрывает коннектор. Скайлер всё-таки делает свой килл. Он изумрудный. Город изумрудный. Вот. Об этом была речь, что пистолет действительно работает. И Депр на Форесте ошибается. Но потеря контроля бомбы и Скайлер с калашом и армором. Плюс перетяжка отдавла через Треспаун. И вроде как Ренегид сыграет сами против себя. Не, не, не. У них пока времени есть. Эйса дождался ЖКМ. То есть они понимают, что времени мало. Но оно есть. Чисто технически они всё ещё могут всё это дело разграть. Гранат нет. Ну, команда есть. Юнайтед, я не знаю. Вот и они спокойно выиграют этот раунд без постановки бомбы. Это 0,5. Три минуты зато, смотри, для Скайлера. И, в общем-то, практически взятый раунд для них. Возможно, не стоило было Депру полиции. И вообще надо было сидеть до последнего за этим Форестом. А вот не прочекают. Тут такой момент, что опять Ренегидс не думали о втором игроке, когда думали о первом. То есть на Инферно на Б-планте такая же штука была. Они думали о двух, но не думали о трёх. И это тот момент, когда Ренегидс, по сути, ошибался. И, например, другой какой-то противник как бы не пощадил вообще никогда в жизни. Но при этом Юнайтед это немножко не тот противник. Поэтому Ренегидс, как мы видим, даже с ошибками... Сейчас Юнайтед на самом деле ошибается немножко с медлом. Там спаригеры коннекторы в итоге подпустили через шок ЖКМ. Но на самом деле для Скайлера это не проблема. Одно ХП, убивает двоих уже. Да, был пассетап для КТ-страны. И Ренегидс несколько остановлены. Да, то, что Скайлер выжил, это серьёзно. То есть это два килла плюс одно ХП. То есть это всё ещё ходящая пушка. А точнее, неходящая пушка — это опорник. Он неходящий, он останется на планете. Это опасно. Это причём всегда опасно. Это исключительно ультимативно выигрышная ситуация для Юнайтед. В том плане, что они буквально уже вот сейчас уже обязаны это выигрывать. Ну, по сути, прям уже выиграли. Императивно, потому что я не знаю, как... Точнее, слить можно всегда как угодно. Очень глупый вопрос, как угодно. Но тут прям вот чуть-чуть постараться, и вы уже выигрываете раунд. Поэтому я жду какой-нибудь 1.5, и мне интересно, как это закончится. Смотри, допустили Изяяров коннекторы. Двое через яму. 30 секунд времени, 3 аплэнд. В идеале бы убить джангл, и уже вот за счёт этого как-то отрабатывать по позициям. Единственное, что даззл в позиции нутки. Вот с него сроку начать, но ошибка от джекиеса. Изяяр тоже не справляется с выступом на джангли. Клещи должны зажиматься. Ну вот последний АЗР. То есть всё-таки вот таким вот образом они справляются, и они буквально обязаны были выигрывать этот раунд, потому что Скайлер сделал всё для того, да, чтобы вы, собственно, выиграли. Поэтому здесь вроде всё читаемо, плюс-минус вроде очевидно. С другой стороны, сколько таких раундов на вот этих прущихся, да, каких-то Скайлерах будет, непонятно, потому что да нисколько, да в общем-то не особо сколько. Ещё три, допустим. Поэтому United необходимо всем остальным играть. Так, теперь контакт на базе Бэкс, истальшен уже просто так, я думаю, здесь своего визави. О-о-о-о. Не, не, нормально он спрятался и переживёт. Грю, но он скушал флеш, как минимум его запалили, а Гортист-фэкшен не знает, убери его или нет. Ищущий изгорел молотови, да-да-да. Вот это, наверное, тот и был расчёт, что можно даже подстрелить, билл на отходе. Но Гортист-фэкшен Нео замансил. Окей, судьба теперь на стороне команд Рингейтс и возвращает долг такой же абсолютно и сохраняет жизнь снайперу. Собственно, и вот это уже интересно. Вот вопрос к Кейсу, потому что промахивался уже. Поймает тебя на таймингах опять или не поймает тебя на таймингах, тебя просто молитом закроет, ты ловишь прям в жбан, отходишь, соответственно. Вот. В этом плане Рингейтс довольно... Я не буду говорить о стандартных действиях, нестандартно, просто шахматно-качественно. В данном случае, да, то есть эту клеточку, эту клеточку. Культурно, размеренно. Ребята прекрасно понимают, что им нужно делать, пошагово действуют. Единственное, что Аплэнд снова может стать для них могилой. Очень нужно быть осторожным здесь. А, нет, с такими таймингами на самом деле не вообще могут на халяву в план пройти, на самом деле. Дай посмотрим. На плент-атакочка, АС смотрит мидл, мидл уже вообще никого нигде, никогда, ни в коем случае и не было бы. Взрывать протисфекшен, а все-таки начинается с 1 хп, а умирает. ЖКМ-то даже падает, не получается заходить. Даже падает ляс, не получается. Пытается ЖК справиться с оппонентами, у него получается убить даже двоих, но 10 секунд. А, бомба за дефолтом ставится, ахаха. И здесь АЗР понимает то, что там два человека, потому что об этом должен был сказать ЖКС. Вот это первый, и он знает, что вот там второй. Вот там. Но не успел, не смог. Знаешь, в чем проблема этого рауна для команды Риньейтс? Это в том, что ребята не поняли расстановку Юнайтед и реально не поверили, что могут им отдать план бесплатно. А ведь они прошли на точку и зачем-то пошли пикать этот КТ-спаун, хотя могли спокойно поставить бомбу под коннектор, и вообще вулс не будет. И разыгрывать ситуацию 5-5 с бомбой. Да. Да. Ну. 2-5. Да, 2-5. Похоже, что с Инферно. Не-не-не, подожди. Это уже чуть-чуть кажется, как будто бы немного получше, чем Инферно. Потому что там было 3 раунда вообще в упоре под конец. А здесь у нас только первая половина. Первая половина прошла. А у Юнайтед уже 2. Это как будто бы даже какие-нибудь... Сильные заявления. Да, это как будто какие-нибудь 7 прям. Потенциально, да? За всю карту. Это уже явно лучше, чем 3. Смотри, Ингейтс закидали, гранаты. Вроде как решили выходить со вторыми таймерами. Если у нас не плохо лежит на планете, плюс также под коннектором депр. И вроде как снова отдают имплант. Бесплатно. Но пока что-то бомба не установлена. Ммм. Так. Муз. Гратифэкшн получает по лицу. Ну, бомбу поставили, кстати говоря, в плане... Там, посмотри, в жангле что? Посмотри, что у тебя. Я вижу, вижу. А здесь подсадочка же. Ну-ка, ну-ка. Опа! Это... Ничего себе. Пусть, 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 пусть. Да пусть. Ааа, не получается. Вбысь и не получается еще. Азер играет с фэкшеном. От пояс на метровку побежали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тут депор. Азер пытается, пытается, пытается получать что-то в почку. Получает бомба раздопьюжна в третий раунгли команда Юнайт. Господи, что? Почему? Как вы? Ладно, вы не рассчитали просто по ходу. Подсадка в джангли, конечно, это мы не строители и плотники. Тупо построили дом. Из ничего. Но на самом деле очень интересная ситуация. Я такой подсадки в джангли дома не видел. Если вообще видел, Ли. Считай, там одного убивают. Потом вот эта вышка падает. Второй тоже размен. Вовремя с коннектора вышел в кит. И так-то все случилось. Очень даже гладко. Интересно. Не, ну ты же завидишь, что на самом-то деле для команды Ренегидс очень часто удается пройти в плен, поставить бомбу. И я не понимаю, в чем проблема вести дело до конца. Не торопиться, разыгрывать. Все, очень довольно хорошо. Но пока не получается. И здесь уже интереснее, потому что Ренегидс... Вот те ошибки, которые они совершали на Инферно, почему-то Юнайтед их за это не наказывали. Хотя ошибки были. И здесь они есть. Но при этом здесь Юнайтед почему-то Ренегидс наказывают. Либо первая карта это такой чан с холодной водой, в который окунули команды Юнайтед. И они такие, ой, что-то не пошло. А давайте нормально сыграем. И давайте, точнее, давайте хотя бы глаза раскроем и посмотрим, что вообще происходит на карте. И как мы можем от оппонента сыграть. Как мы можем отожрать на их ошибках. Отожраться на их ошибках. Опять! Опять плент отдают просто. Ну что ж такое-то, Ренегидс? Да зайдите, киньте смок на Дельпен и поставьте вы чертову бомбу. В чем ваша проблема? А теперь Лиас забирает Депра и закрывает Эйзиар на размене 4 в 4. Окей. Но бомба все еще не стоит. Только сейчас ее не дадут поставить. Не, 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 дали, 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 дали. Но да, ты был почти прав на самом деле. Да, как-то. Ну, после Инферно, походу, Ренегидс очень валежно играют. И да, отлетаешь, ты же кейс, до свидос. Лиас остается вдвоем ЖКМ и будет топить дальше. Ага, на него даже молик нет, молик все-таки попало. Это вот так вынуждает его двигаться дальше. Он на Тетрис, наверное, будет забираться, кидать флешечку. А ЖКМ не будет выходить по этой флешечке, потому что... Боже мой. Какой Десять еще происходит. Хорошее удержание плента. Давайте топить, Ренегидс. Хотя с другой стороны Юнайтед. А все, время нахит. Забавно, он не понял, он, наверное, не понял. Дефьюз, 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 дефьюз. Конечно же нет, потому что и ты взрываешься, и теряешь ВП, и теряешь дефьюз киты, и теряешь первый армор. Если мне не было бы лень это считать в два часа... Во сколько часов ночи? Я... Мне нет времени. Короче... Это без разницы, я тебе скажу. Три часа ночи. Но, в сути, опять же, дело не меняет. Не-не-не, подожди, там типа 4750, 650, плюс 300... Да-да-да. И в итоге ты смотри, чем они закупились, да? Потому что они уже купили АВП. Если бы это АВП было, соответственно, они бы могли его не покупать. Ну, короче, у меня котик плачет внутри. Котик? Ну ладно. Тут подсадка, подсадка, поджима парта. ЖКС. Ну, АВИК, АТИС, в неудачной позиции для ЖКС, да, и вот ЛИОС. Смотри. Я прозабираю, так с ЖКМ одновременно забирают. Если коннектори проходит, он далее, забираю на пары чемнулся. Штельпан отрабатывает, даже разбирая. ЛИОС и Гердисфэкшн делают свой размен. И всё. Вот опять же, пошагово команда Ренегейтс, если качетки стартует с опена, действует нормально. Нормально. Ну ладно, 3-7. Хорошо. Здесь уже не получается совсем у команды Юнайт. Это так, как это была закупка под последние деньги. Естественно, нема-нема сейчас совершенно денег абсолютно полностью. И это будет, вероятно, и 3-8. И всё-таки на первой половине Ренегейтс закупится. Но опять, такая дичь на самом деле, из-за того, что первая карта их немножко расслабила, очень расхлябанно здесь начали играть. Их за это наказали. Они сразу в панике. И что ещё происходит, почему мы проигрываем, зачем, как так получилось. И я даже не уверен в том, что они до конца собрали сами себе полностью. То есть они вот пару раундов отыграли. И то наполовину на ошибках там плюс-минус просто вот так раунд совпало. Там по таймингам времени не хватило. Вот эти бомбы поставлены и так далее. Короче, Ренегейтс всё ещё не отыгрывает Демираж, как они могут это делать. Это во-первых. Расадана Б, Юнайтед, вот это русская рулетка. Какая флэш, какой врыв, Джей Ки Эм, один минус всего лишь. Как так? Внутри пистолета осталось. Да. Жонглера, ой, какой жонглер. Положишься, гладишься. Пину, да-да-да-да, спину, а в ответку сразу Коби Брайн пролетает трёхочковый, в сетку закидывает баскетбольный мяч. Великолепно просто всё. Дазл с Мусом остаётся вдвоём. Конечно же, они не смогут здесь делать особо ничего. И даже фейк от ЖКС. Боже мой, серьёзно, что ли? Ну, конечно же, бомба. Серьёзные молодые люди, серьёзно. Поставят им, наконец-то, бомбу. Это первый молодой человек. Мус крадёт АВП и уносит в самый дальний угол за фургон. За фургон. Иди, 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 иди. Ну, почему не... Ладно, хорошо, иди на бенч. Почему, господи? Ты просто ходишь туда-сюда. Ты забыл, главное правило. Евгений всегда неправ. Что, ну, так и есть. Лады, почему бы и нет. Вот и Мус, короче говоря, в итоге в маркете застрал. Он будет, опять же, смотреть вход на этот самый маркет. Ренгейцы его не найдут, хотя будут искать. АВП будет сохранено. Но в итоге 3-8, всё-таки Ренегаты таки выигрывают первую половиночку. Ну, по идее, на самом интересном месте команда Юнайдеса вздохнулась. Да, удалось вроде как там убить Гартифэкшена. Но, опять же таки, не было бомбы, да, в упоре. А прикинь, если бы Гартифэкшен был в бомбе. Хотя, в таком случае он вряд ли бы стал кидать этот девайс. Плавик только лаж. Ну да. Короче, спорное решение. И Ренегейцы таки забирают первую половину, как минимум, затасают. А сейчас, взяв ещё и один байраунд соперника, могут вообще-то за десяточку зайти. Ну, давай смотреть. Давай снираунд от Комода Юнайтед. Вообще-то важный. Вообще-то интересно, что здесь покажут. Потому что есть присутствие снайпера на окне. Например, есть поджим со стороны коннектора, есть поджим со стороны зига. От Муса даже на цемент сел, кстати говоря, здесь. Что интересно, да? То есть, прям со всех сторон на мид мы смотрим. Вот вообще со всех. Только попробуйте выйти, а Ренегейцы вообще-то пользуются. Мидом довольно часто пользовались. Точнее, раньше мидом довольно часто. Окей. Вот. И довольно гибридно это делали. Но самое забавное, что в прошлом составе. Да? То есть, вот я говорю о том, что было. О тех людях, которые играли. А теперь... Может, они вообще немного по-другому будут играть. Сейчас я... Говорят аналитики в чате. Стало даже лучше. Да, может быть... Может быть и так. Ну, будем смотреть. В итоге есть. В итоге никого не видит. Ничего не происходит. Гротисфэкшен никого не видит. Ничего не происходит. 50-ая секунда. И вообще 50 секунд остается. Что-то минуточка уже прошла. Вот сейчас, значит, куда прошла. И спромахивается. Теперь понятно, что снайпер есть на окне. Значит, соответственно, под снайпер, возможно, еще кто-то мог бы сыграть. Может быть. Думаю, это ребята из команды Ренегейца. Возможно. Кстати говоря, возможно, и давай. Здесь, получается, прям в лицо здесь гранату и закрывай тебя с макомом. Причем он высунулся на эту хэшку сам. То есть его никто не заставлял этого делать. Он решил прочекать. Получил трехочковую. И теперь выход пуда. Сайд. Там на позиции с камней отыгрывать. Депр. Депр. Зачекаю. Что-то, а бомба так вообще под B-Plan направляется на 15-й секунде. Ребята, у вас там как бы таймер горит. Господа. Ну не горит, да? Да. И бомба, правда, поставилась. Кстати, это важно нам же КС-1. Это означает, что вряд ли ты справишься против всех. Пытается топить во всем, но не получается. Но это было неплохо. Это было так прям, как американский спецназ. Вот это вот Airborne. Пацаны, мы вылетаем. Не знаю, без парашютов. Классненько, красиво. Все как в трейлерах новых игр про старые мировые и все дела. Короче, не вышло. Вот ты говоришь неплохо, а я говорю плохо. Потому что ринг есть должны закрывать билеты краунды. Качественники не очень хорошо. Они по таймингам прошлись под B-Plan, да? И учитывая, что на самом-то деле, забрав опорника за плентом, Лиас там мог бы раунды потащить, ну, по стрельбе просели и получили, в принципе, заслуживание. Не, но здесь Юнайтед хотя бы играет на ошибках оппонента. Это действительно очень важно, потому что на Инферно они не играли. Хотя ничего не меняется. Ошибок в море, что там, что здесь до сих пор. Просто там прощались, здесь нет. И, в принципе, из того, что я вижу, Рингейтс не особо включается дальше. Они так же играют, как играли. В плане вот именно какой-то общей подготовки. Только у них реально иногда получается, иногда нет. Вот сейчас, например, мы сейчас посмотрим. Вот что-то серединка на половинку, 3 на 3 вроде, но бомба на руках, как я понимаю, будет поставлена на А. Все-таки ничего не смогут делать сейчас. Конкретно Юнайтед. Но смоки развеются, Юнайтед пойдут ретейк делать. Три время идет. Очень важно сохранить свои позиции для Рингейтс. Смоков уже практически нет. Их вообще-то на самом деле и нет. Две флешки, два молика. Возможно, стоит уже и на КТ как-то флешки закидывать или же играть вместе с тиммейтами под эти же гранаты. Время нужно тянуть. Билл смог рывается. Лилл смог получает дэмэш АДПР. И там закрывает скалерами с играми с акшнополой. Про один на один. Время выиграли. Дело сделано. Победу в раунде. Один хп против трех хп. Один хп живет на недолго. Он даже убежать не успеет. Конечно, не успеет. Ты будешь сживаться. Друг, выкидывай пушку, чтобы она дальше полетела. Ведь это так красиво. Ладно, просто лег на лестнице. Устал. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Что с вами? Вы что, устали? Усталые игрушки, да? Книжки спят. Ну, прям вот... Не засыпайте. Сейчас забайтишь. Бежите в руках. Сейчас забайтишь. Не надо. Не надо. К сожалению, тоже со мной. Да нет смысла на песенку. Классная песенка, между прочим, в детстве. Ой, какой врыв на парту. Скайлер забрал джеке муну, а лесу джеке. Сделали про измену. И теперь 4 в 3, полторы минуты времени. Как бы много минусов. Для такого тайминга. Д, про это изиара. Градис фокшен разменевает. Д, про 3 в 2. Ребята, а вы на Б не хотите? Как бы это... Пойти-то в смысле про Ренегейтс? Или ты про Иной Тот? Да, 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 да. Юнайт это уже все. Они типа триггерит на Апланте. Ну, вот человек на Аплантеомер. И на это сейчас поймут, что почему-то никого нет. Почему-то дотекания нет. Почему-то нас не трогают. И буду цейвить. Если что, я не понимаю, почему Лиас. Шел вместе заверите совершенно на Бэплант. А фуловый товарищ умер на Асайде. Вот непонятно. Смотрите, у меня панорама так себе работает. Нету раундов. Бывает. Да, это, кстати говоря, предпоследний раунд. А у тебя есть раунды? В смысле раунды в Табулятсу? Нет, 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 нет. Важная настройка, походу. Кривая настройка. Неудобная. Шкалер. Муз выходит уже за плентом. Лес 2 хп, как я и говорил. Кидается на Апланту. Попытка на шить. Ого. Ого. Интересно. А, у них нет. У них не было китов. Да, но не было китов. И вот опять же таки торопится ренегейц. Торопится ренегейц, да. Да, спокойно. И на этот берут петеран. Причем, Эмшпили раунда какой-то. Эммм. Ммм. Как. Бежит комментарий. Как джип в грязи застрял. Такой вроде джип пафосный. Едет, едет, едет. Я потом оба в болоте утонул. Вот какая-то такая история. То есть, это максимально кринжово, типа, и неловко, и непонятно. Точнее, понятно-то все понятно, просто это максимально неловко получилось. Это ренегейц. То есть, они настолько расхлябанно расслабились, что прям вот вообще в упор совсем. И, кстати, хорошо, что ее на этот хотя бы за это наказывают. Сейчас они совершенно спокойно с чешками будут забегать. Это пять чешек. Мы знаем, что пять чешек — это выигранный раунд в прошлом патче. Да, а сейчас это, соответственно, проигранный раунд, да. Вот, поэтому будем смотреть. Причем у команды ренегейц полный полугранат. И, заметьте, они постоянно акцентируют внимание под А-плэнтом, что для меня очень странно. На В-точку, видимо, уже поставили крест. Да и окей. За атаку остался действительно один раунд. Вот туда плэнт, с хамейкой стоит, с руками делает два-минуса, три-минуса вместе с дазлом, джеке, забирая дазлом, герпустошно, забирает эйса. Но все бы ничего. Остается gratisfaction 1 против 2. И здесь. Ну, это чешка. Все-таки. 6 патронов. Да, да. 1. Ты какая-то. А ты перезарядка? Один патрон, какая перезарядка? Да, точно, точно. Действительно, как и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Глядай пистолет в голову. А-а-а, точно, слушай. Там же вообще ни черта нет. Я как-то в полубрании... В полубрании... Да-да-да, взял глок в итоге. Здесь не заметил. Но читает скайлер, конечно, оппонента. В данном случае, по крайней мере, он пытался запрыгнуть, видимо, не запрыгнул, как я понимаю. Не читает. А-а-а, он, возможно, не запрыгнул и подумал... У меня теперь вопрос. Он специально так делал или не специально? Gratisfaction просто целый фейк. Тут делай, типа, че, вообще, кого ты должен был уже где-то здесь быть, мой противник, но тебя здесь нет. Вот теперь скайлер такой. Ага, я так специально, в общем, сделал. Я, типа, не запрыгнул, на самом деле, специально, чтобы вот прям на миду застрять и послушать, это все-таки а или нет. Вот, и Gratisfaction... Если что, у него только глок, да? Он будет работать против головы скайлера, потому что у него есть кевлар. Вот, и скайлер здесь ходит. Там пушка, там была пушка! Где была пушка? Он начинает этого порезать! Какой тайминг! И, знаешь, это был гайд. Как взять раунд с глоком? Но нет. Опять же таки, скайлер слишком своевременно поворачивается назад, и... Я, на самом деле, не понял этого мува, зачем было заходить за спину, если бы он реально пошел в правой стороне плента, он же видел ствол, то он бы спокойно реально мог его убрать с глока. И выиграть раунд. То есть, это вот чисто... Возможно, это, конечно, его индивидуальное решение, я не могу сказать, что это провально, просто не повезло. Но в сейфове было реально выходить справа от плента. Возможно... Возможно, ты так говоришь, потому что... Потому что противник повернулся. Он изначально смотрел на парапет, он бы не стал чекать 90. Он понимал, что, скорее всего, по позициям, либо человек может быть в окне, либо на боапарте. Я тебе расскажу, почему ты прав. Почему... Здесь не стоит с тобой спорить. Ты прав, потому что там была пушка. И он знал, что, типа, на него уже вряд ли посмотрят. Не-не, просто, если там торчит пушка, это значит, что товарищ смотрит вот в эту сторону. Ну, допустим, я это назову вправо. Как только пушка пропадает, значит, товарищ повернулся. Ну, грубо. Или отошел. То есть, такой момент. Поэтому, да, наверное, именно выход вправо был бы лучшим выбором. Но! Как подумал игрок команды Рингейт. Он подумал, что, ага, пушка смотрит вправо, значит, я зайду со спины, типа. Так вот, я тебе поэтому и говорю, что это такая 50 на 50 ситуация. А тут у тебя полный контроль. А на самом деле... Знаешь, куда смотрят твои оппоненты? А на самом деле, да, надо было, типа, подождать. И как только пушка бы развернулась, ты бы сразу понимал, что она вот только сейчас развернулась. И, наверное, в этот же самый момент обратно она уже не развернется. Вот в секунду, наверное. Вот. А когда ты, типа, выходишь и уже не видишь пушку, думаешь, что ты пойдешь со спины, у тебя есть вот эти 3 секунды тьмы, где ты ничего не знаешь, потому что нет инфы? Неизведанного. Да, ты выходишь, а тут уже челик прям смотрит на тебя. Ты даже не обязательно было стреляет после того, как пушка, типа, ушла у тебя с экрана, ты мог просто чекать и ждать, пока эта пушка пропадет, и ты будешь уже знать, что человек будет тебя искать. То есть вряд ли бы сидел до последнего дефузил бомбу. Да, первая игра, вторая. Вторая пистолетка, дорогие друзья мои. Нет, первый пистолет, вторая половина, почему нет? Первая пистолетка, второй половина. Назови мне вторую пистолетку, вторая половина, и я не буду спорить. ЖКС будет убирать людей направо и налево. Смотрим, как это будет происходить. Это был первый, это был только первый. Окей, ладно. Даззл снимает ЖКС лицо. Это было за искрой, соответственно, сделано. Бомбу ставить будут, ребята. Здесь команда Юнайте совершенно спокойно. Будут ждать смоки, соответственно, как развеется команда Ренгейс. Почему я разговариваю как Йода? Пожалуйста, остановите меня кто-нибудь. Четыре человека пока что на четыре человека, и это будет ретейк. КТ есть. Тут, правда, на КТ такая вот пропуш Дельпана. Стратегия, хорошая флэш. Жалко по глокам что-то вообще со стрельбой. Где глоки? Какие глоки? Видимо, не в этом раунде. Очень странное решение от Юнайтед. Вернее, не решение, а реализация решения. Как бы Азарь говорит, ну брат, ну брат, ну дай мне раз дофюс. Ну пожалуйста, ну брат, ну у меня дофюски тысяч, я специально купил, ну брат, но я потратил 300 баксов, и ЖКМ такой 400. 400 точно. ЖКМ такой, ноуп. Не, не, не дам. И вот, и нет, не дал. Это 10-6, дорогие друзья. И очень... Ну, с Анишей согласен. Очень панически немножко, особенно под конец. Не, ну ты видел? Ты видел, они втроем стояли на Дельпане с глоками, и ни один в упоре, там, расстояние метр не попал даже в голову. Да, ну было такое. И тем более спину своим уже настрелял немножко там в почечку. Ты вообще шок. Я такого давно не видел. Выстрел в печень никто не вечен. В общем, сложная история. В P250 три штуки глока две штуки. Закидывают, как бы шумят, как бы под B только уже не шумят, но как будто бы это такой прям фейк-фейк-фейк, прям Cloud9 наш тройной, четверной, пятерной. И в итоге бегут на upland, но на самом деле там не то, чтобы большое присутствие оппонентов, то есть игроков, опять же, команды ренегейтс на аппланте, но вот теперь оно есть. И это и фармган, то есть можно стрейфиться, причем MP9 очень хорошо позволяет именно стрейфиться и стрелять. Ну, вот же, конечно, слушай. Давай первого, давай второго. Они даже не смотрят на него. Он так стоял открыто, но даже не посмотрели направо. Да как же это работает? Ну, фармили 1201 там, с эмки немножко поменьше, конечно, другому. Один погиб, ничего страшного. Странно. Странно. Пять раундов! Преимущество за команды ренегейтс. Я думаю, что даже даже нет. Все-таки закупка была, да, и бомба стояла же, я что-то поторопился. Чуть-чуть. Так. Ну что? Пять калашей у Юнайтед, то есть мы дождались, и опять команды ренегейтс не дозакупает ничего дополнительного. Или там никто никому ничего не раскидывает. Кстати, потому что как минимум еще и денег-то не то чтобы особо есть. Давайте с этого начнем. Ну, в любом случае, они такие, а нам нормально, мы особо не переживаем. Сейчас мы попробуем игру скатать и так. Кстати говоря, ренегейтс не церемонится с дефузами. Берут три пакета как минимум. Так что это тоже нужно записать. В плюс в команде защиты. И целая минута на руках Юнайтед. Попытка разыграть через мид. Картис Фэкшн, кстати говоря, я не знаю, как он с фармганом оказался в миде, но это, по-моему, чревато чуть-чуть. Эйс, пока что в миде находится вместе со своим товарищем, вместе с еще одним своим товарищем. Аж три человека на миде, два под Т-сайдом. Ну, сложный момент. Вообще сложные моменты. Повел боя. Этоги, господин Ася. Здесь ухо и грати сфэкшн. Будешь ли ты что-то делать? Не будешь ли ты что-то? Вообще непонятно. Он ждет до замыкания в коннекторе, возможно. Но пока инфи нету. Ну, для инфи нету. Женеек, GKM в яме, два минуса в бомбере. Боже мой, GKM потушил. Потушил. Зэндвич с ветчиночкой. За первый столик, да? Подожди, с ветчиночкой, с кусочком ишенки, с укропчиком. Пирчика туда еще. Может быть, и лучка чуть-чуть, да. И главное, чтобы тост еще в тостере был немножко. То, что надо. И вот это не прочекали сейчас ребята из команды United. И Ренегейтс на этом откушивались тоже, да. То есть обе команды совершают какие-то ошибки. И вот United как будто бы вот на Де Мираже уже реально в два раза ведь лучше, чем на Де Инфернез с точки зрения счета. Все равно не хватает. Все равно не могут единым кулаком собраться. Что на защите защититься нормально, что здесь собраться именно на атаку, потому что пистолетка паника какая-то. Вот этот раунд тотальная паника в прошлой смысле, да? Тотальная паника, потому что не прочекали одну позицию, и одна позиция хоронит полкоманды. В общем, обе команды не готовы к EPL, но вот играет, потому что EPL уже начался. Вот так вот. Ну окей, Евгений, раз вы так сказали, значит мы это обязательно проверим. Джекин в очень опасной позиции, как и для себя, так и для своих врагов. Опять же смог продлеваться на коннекторе и целая минута бомба в респауне. Я думаю, что United даже запачкать ее не пойдут. Критис фэкшн. Погибает АЗР, кстати. Скайлер делает крутой килл с P250. Очень прямо все сделано. Единственная проблема, что от Гритис фэкшн она сразу погибает. ЖКМ понимает, что тут что-то то ли на А нас будут атаковать, то ли непонятно, но отъезжает ЖКМ. И это совершенно неприятно для команды Ренегейтс, потому что два калаша на руках оппонентов, и все-таки со стрейфами Гритис фэкшн справляется. Понимаешь, что там еще и третий оппонент находится на апдауне. Посмотри, где бомба. А там лежит. Если представляешь, как сейчас бежать еще. Тут правда мус. Не, на АБ базу можно забежать. А вот на АП план, вопрос. Мус-мус-мус, мус-мус, мус-мус. Мус-мус убьет GKS. А, GKS. Не убьет. Я тебе и говорил, Евгений, вам сегодня не стоит. Не-не-не, это просто типа тайминги. То есть я думаю, что убьет, а он не убил. Ну бывает, он сам развернулся. Я что ли виноват в этом? Эй, состоится последний! 10 секунд. 10 секунд. У него вообще нет времени, чтобы подумать. Да нет, конечно, он же бежит, потому что не может шифтить. Его, соответственно, слышат, поэтому GKS его, по сути, убивает. Ну это красиво. Красиво Ренегейтс, на самом деле, вот сейчас переиграли Юнайтед. Пускай и сами напортачили под медлом. В остальном хорошая расстановка, индивидуальная такая вот приемочка. О, бумачу кушать захотелось за нас. Ну вот ты, как всегда, да. Ну, что-то я так прям вот виноватым себя чувствую. Стояние хорошее. Сегодня какой врыв на middle, депр скайлер там, правда, все его забирает. Но в остальном 4 в 3, кстати говоря, и 3 в 3 даже, пусть разумен от Дазла. Амуста, смотри, амуста, замесил тут на Апланте GKS. В коннекторе. И, в общем-то, открыл точку. Как малную кашку, прям без комочков. То, что надо. Идеально замесил, соглашусь. Алиас и GKS остаются вдвоем. И даже, в принципе, возможно, седьмой. Но вопрос по позиционке. Че там, коннектор там? И очень далеко побежали-побежали обойти с ямы, например. Это очень долгие инвестиции. Поэтому, по сути, ляз. Зачем Морлик было кидать? А, он не разгорится сюда. А, я-я-я. А он даже позицию спалил. Вот чем вся проблема. Он прямо рядом-рядом. Ай, беда какая. Минус по Лязу в итоге по инфе. Ну, GKS был слишком поздно, да. Вот я о нем говорил, что очень долгие инвестиции. И вот он. А вот и он. Дазл. Тетрис. Вон тап. Вот так вот. И убежал. Это седьмой раунд для United. Но. Да без ну, на самом деле. Все еще 13 команды не гейтс. А сохраненный калашников для ГТС стороны позволят, опять же, возможно, поставить какой-нибудь хэдшот при дуэли 1 на 1, к примеру. WP не использует United. Выкинули 1 ВП, подобрали калаш. Им просто не надо. И. ЖКМ оставляет свой трофей. Соответственно, МКУ перекидывает товарищу. Закуп, в принципе, под какие-то самые там последние деньги, как мы видим. Но закуп довольно плотный. Чаще еще гранаты залетят. И Gratis Faction. А, он уже ничего не может делать. Сегодня 50 баксов. Сорян. Я не заметил. И. Вот. Он смог отмусить. Это полетит на. Бенч. По-моему. В смысле, на Форест. Он летит насквозь. Там очень далеко-далеко. Сквозь Скайбокс. Если я правильно помню. В общем-то, я посмотрел, если честно. Дазл. Очень опасной позиции на комоде сейчас смог бы забрать. А, на Эльдорган, да. Лиза. И, в общем-то, на Б базу уже стягивается еще и четвертый. Треть. Пускай, а там еще и пятерочка через пары. Еще два минуса для Лиза уже за плентом. С третьим, правда, не справляется на плато. Но в остальном еще Gratis Faction жив на мусорке. И, соответственно, он делает на Форесу. Далее попытка еще искали разрепикать. То есть, Эльдорган под апартами, хоть и умирает на Gratis Faction, прикрывает. И, ого, мусорка также делает паунт. Красиво полетел. Там мусорка прям что-то как вот кикфлип там сделал, что ли, как на скейтборде покатался. 14-7. Ренгейт сберут. А, мне все еще же не показывается. Раунду я забыл. Ренгейт сберут. Вот тот самый раунт, который им был нужен. Да, то есть, что-то там у них не получилось. Оп, сразу 14-й залетает. И даже вне зависимости от того, что зиг, шорт, то бишь, от контроля или команды Юнайтед двумя смоками, ничего не получилось. Но, ну тут на самом деле прямая дорога. Вроде как до какого-нибудь 16-го длинной гейтса. Юнайтед будут под один девайс играть. То бишь, это какой-то херобай под калаш. Потому что гранаты вроде есть под саппортить под этот калаш. Но тоже большой вопрос. Гритисвайп, он находит оппонента, потому что сквозь смок, точнее в край смока он видит. Ему вообще все прекрасно видно. Его, наверное, вообще там особо не было видно. На этом желто-зеленом-сером фоне непонятном вообще. Ну и в итоге опенфраг. Причем такой опенфраг, что риск этого не было никакого. По идее, депп от перед коннекторами с тиммейтом. Калашников они вроде как подбирают. И Зиар, благодаря смоку, на торопете ничего не должен был. Он также отлавливает Д, а про дазл не палит свой спот. И как-то рассредоточились по карте United, учитывая, что все, инициатива потеряна. Спалили, что был калаш, спалили, что вроде как арморы присутствуют. Чего ты делал такое? Я на счет отвлекся. Да тут на самом деле ничего особенного. Ты можешь здесь продолжать. Не-не-не, просто... Пять в один. Да, пять в один здесь есть погибает. Не, там просто бумач опять прям аж капсом даже написал. И даже мобот забанил. Ну вот что, опять ты про манную кашу? Да что ж такое? Девушка в чате предполагает, что Слипчик еще просто не женат. Which is not wrong, by the way. Что-то я ору просто. С этой историей замечательной. А почему это взрослый юмор? Да, 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 да. Взрослый и сложный юмор. Но это потом. Ну короче, да, что-то... Прошу прощения, дорогие друзья. К ночи, походу, реально, что бы мучу, что мне хочется только одно. Но это, что бы юнайтед, например, камбэкнули и показали нам клевые, крутые штуки. Но что-то сложно. Прогречили на позиции Джейкома. Кстати говоря, поменялся он вместе с тиммейтом. Вот обычно стоял в районе... Это инычк, и Зиар, или какой-нибудь Джейкес. А Джейком с Джейкесом уже двоих-то размансили. Троих Депрейс, правда, по размену. И Дазл с Сейсом вдвоем против троих. Кстати, и... Ой, какой Казачок. Ай-яй-яй, неприятно. Вот это реально не приятно. Еще и Дазл, в итоге, полезный спот, и Лиза Буэза. 2-0, и Нигейтс, хороший стат в рамках американского региона ЕПЛа. Но... Но игрой я недоволен. Но, с другой стороны, просто команда, которая играла против них, ну, совсем плохо. Нет, это просто не день юнайтки, я скажу так. Что-то совсем плохо, действительно. Ну, не их уровень игры. Ну, не их уровень игры.